вот он охотник саламаха подъехали свои точили крутой всех приветствую друзья хочу сегодня сделать обзор своего боевого коня это него автомобиль приобретался специально для поездок в лес полностью стоковая него было давайте посмотрим что из нее получилось такой машине даже хочется дать имя она у нее есть не вы сам как вы знаете занимаюсь охотой очень часто очень много времени провожу в лесу поэтому у нас там такое довольно таки серьезное бездорожье чтобы добраться до избушки но особенно в межсезонье весна осень очень сложно то есть нужно как спецтехника ну то есть нужна была техника чтобы ехать и по трассе и влазить по лесу по бездорожью удачно положив энную сумму денег в этот автомобиль получилось достойно деньги конечно хорошие мужики в лесу встречают нас как-то на вездеходе на гусеничном мэтлб и вообще говорят вы как сюда вообще приехали так и приехали вы ни разу не застряли они угорают смеются вот давайте посмотрим то есть приобрел ниву начал с чего она была вообще просто дедушка как купил ничего на ней не делал на родных колесах начал я с тонировки затонировал ее полностью разобрал салон сделал полную шумоизоляцию так как ну в невозможно ездить как бы хотелось не только автомобиль ну такой чтоб там по лесу гонять ну и чтобы хоть более-менее комфортно не передвигаться первый выезд был можно сказать на стоковой машине поставил только резину мне там было шевроле него резина грязевая поставила на нее резину выехал в лес и и понял что надо срочно менять сидушки приехал просто без спины и поставил сиденья от тойота коровы 110 идеально встали можно вот посмотреть велюровые сиденья очень хорошо встали нормально сейчас комфортно ездить тоже такой огромный минус в ниве что просто нету места то есть если что-то собираетесь возить а вожу я много там лодочный мотор вещи собаки ну то есть просто постоянно загруз в ниве большой и много вещей как бы если сидушки не убрать ну и в принципе мы ездим всегда вдвоем если больше компания собирается там они едут уже на своей технике поэтому мы ездим вдвоем и задний ряд он вообще не нужен то есть я его снял и ставить ну скорее всего никогда не буду вот это вот баранка огромная которая стояла как на камазе мне она просто упиралась в колеса пришлось поставить вот небольшой такой руль от брабуса ну также уж если от брабуса руль и ручка квп тоже пришлось поставить от toyota landcruiser 200 поставил велюровый потолочек черный жесткий потолок то есть ничего не провисает ничего не болтается поменял печку так как в ниве родная печка то есть она стояла вот здесь вот внутри и грела все кроме там стекол ног и так далее она никуда не дула только шумела нагревалась панель магнитола ну все что можно нагревалась кроме воздуха поставил восьмерскую печку купил на авито могу контакт человека тоже в описании написать молодец делает отлично то есть он полностью в сборе все продает инструкция прилагается ставится там за час то есть трех режимная печка сейчас нормально все дует то есть там все с заслонками печка стоит получается под капотом от восьмерки и дует получается и на стекло и в ноги три режима очень тепло сейчас зима то есть в морозы ездил ну прям реально комфортно все нормально так же как часто езжу по бездорожью сделал вот на эту клавишу принудительный обдув двигателя то есть автоматика все работает вентиляторы охлаждения но сделал что включалась принудительно то есть оба вентилятора включают с кнопки если где-то показать буксовать сейчас стоит зимняя резина в размере 235 на 75-15 вырезал арки поставил вот эти вот лапты расширители эти не собираюсь там лазить где-то по речкам по бродам но все равно глубокие лужи преодолевать приходится поэтому шноркель на всякий случай поставил поставил багажник экспедиционный для ну тоже потому что вещей много не всегда все влазит даже без сидений то есть приходится какие-то вещи наверх дополнительный свет установил спереди сзади здесь место под хайджек тоже постоянно его использую пороге сделал швеллер 80 швеллер ну то есть по образный перевернул его и на болты закрепил стандартные места под домкрат сейчас не работают то есть ну и домкрат это сейчас не работает зато в любом месте можно домкратить лагой то есть и домкратом что еще по усилению ну конечно же защита двигателя картера там ну тут всего коробки то есть полностью там защита до сам до конца в общем металлическая стальная усиленные бампера ну именно вот которые такие внедорожные ставить не хотел хотел чтобы она максимально ну скажем не привлекала внимание то есть чтобы там ничего это не узаканивать и так далее хотя ну чтобы так более-менее стоковый вид чтобы у нее был но с обычными бамперами то есть не лебедку не поставить там за него не дернуть там эти трубочки вот эти они там не знаю из фольги искать там мне кажется даже не миллиметровка тоньше трубы то есть за них не поднять ничего было принято решение то есть сделать сварить силовую установку тоже там швеллер восьмидесятка внутри стоит квадрат под лебедку то есть вот этот номер снимается здесь вот быстросъемы спереди и сзади 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 место фаркопа вставляется лебедка лебедка на площадке съемная лебедка на быстросъемах вперед назад ставишь все все работает с кнопки кнопка выведена туда как уже говорил ну и плюс вот эти трубы то есть толстостенные трубы в любое место сейчас подставляешь хайджек поднимаешь всю машину без проблем отдельно хотел заострить внимание заехал к приятелю как раз вот арки вырезали вместе у него отец занимается литьем он увидел мне на ниве говорит у меня есть для тебя подарок такой не вы ни у кого не будет подарил вот ручной работы шильдик с гербом российской федерации это мне кажется самая крутая запчасть вот в данном автомобиле андрею большой привет но также поставил габариты светодиодные в ближайшем будущем тоже фары поставлю кто все эти фары тоже не светят в принципе но где-то по лесу достаточно дополнительного света но по 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 трассе едешь но светит слабенько поэтому хочу поставить тоже светодиодные усиленные бомбера как я уже сказал не хотелось ставить по двум причинам ну во первых это внешний вид выглядит конечно они мне нравится как но привлекает лишнее внимание да и второе это лишний вес то есть в ней большой плюс что она реально легкая по технической части тоже него претерпела небольшие доработки то есть ну во первых я поднял получается на 5 сантиметров или чуть больше назад поставил усиленные пружины жесткие там с коричневой полосочкой вперед поставил от chevrolet niva пружины также в задний мост поставил блокировку и техно блока ну так скажем она не блокировка наоборот разблокировка штука хорошая машина изменила свое поведение в абсолютно то есть вообще ну на самом деле стала полноценным внедорожником единственный минус что на скользкой дороге надо очень аккуратно то есть когда на газу с газом нельзя заходить на сбрасывать газ потому что у нее принцип действия то есть когда момент разная она разблокируется то есть на асфальте ведет себя нормально вот на скользкой дороге прям надо аккуратно то что пару раз прям слетал на зимнике забывал поэтому поначалу забывал и машину просто прямо едет вылетал слава богу не перевернулся ничего вот так же был перенесен генератор наверх гениально замечательно поразительно вот это тоже отдельная тема конструктором вот они создавали внедорожник российский чтобы там ездить до по пересеченной местности где-то уже броды преодолевать и поставили генератор в самый низ тут видно да что машина ездит по бездорожью то есть кронштейн заводской ставится вот сюда в самом верху сейчас генератор очень удобно генератор также приобрел усиленный на 110 ампер запаска отсюда ушла но она и в принципе не нужна то есть она меньшего размера чем сейчас стоят колеса то есть колесо пока вожу на багажнике в будущем в будущем собираюсь конечно поставить калитку чтобы можно было запаску возить сзади чтобы она не занимала лишнего места мы на багажнике не болталась ну и в салоне тоже конечно колеса большие стали друзья ну вот наш обзорчик подошел к концу надеюсь вам понравилось это видео если у вас есть какие-то вопросы или может быть предложение может вы тоже него воды и можете посоветовать какие-то может ништяки также хочу сказать что занимаюсь я профессионально можно сказать охотой и занимаюсь также продуктами из леса такими как бобровая струя медвежья желчь жир борсучий медвежья так что если вам что-то нужно из этих товаров можете ко мне обращаться практически всегда есть все в наличии буду рад помочь подписывайтесь на мой канал ставьте лайки благодарю за внимание